Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Онака. Сегодня небольшой влог обо мне, о подарочках и немного комнатных цветов моих. Сегодня у меня муж вернулся из поездки в Санкт-Петербург. Он ездил в гости к сыну нашему, попутешествовал там, привез книгу «Эрмитаж». И у меня дома книга такая есть, и я посмотрела, по-моему, это одно и то же. Но вот сегодня на досуге займусь. Займусь как раз изучением этой книги. И если они отдублированные, то одну книгу мы отправим сыну, потому что он у нас очень любит книги и читает их. Вот, видите, как здесь представлено оглавление. И открываем эту книгу. И, по-моему, здесь точно так же всё сделано. Вот. Но почитаю, посмотрю, потому что я ту книгу читала. Я даже в одном из своих роликов уже показывала. Здесь такой вот очень содержательный и красивый иллюстрированный рассказ. Посмотрим. Но всё равно очень интересно. Книги мы любим. Он путешествовал там неделю целую, отдыхал. Купил себе в доме Зингера книжечку, путеводитель с картами и схемами. Схемки вот такие купил. И много ходил пешком. И сам лично путешествовал. Пришлось там себе и обувь поменять в немецком магазине. Купил себе хорошую обувь, потому что в той, в которой он приехал, было тяжеловато. Ну, там своеобразный климат. Ну, и плюс много очень ходил пешком. Посетил. Что он посетил? Дважды в Эрмитаже был. В Русском музее он был. В Исаакевском соборе. В Царском селе. В Петровской акватории. В общем, конечно, все посетить не смог, но еще и ходил своими пешеходными маршрутами. Привез немножечко вот таких вот сувенирчиков для родственников и товарищей. Магнитики. Магнитная вот такая тарелочка. Это Исаакевского собора. Иконки. Тоже подарим. Чай купил подарочный. Сделан он в Москве, в Подмосковье. Коробочка такая. И хороший очень состав. Купаж индийского, цейлонского и так далее. Все тут перечислено. В общем, две таких вот интересных коробочки. Две подарочные тарелочки. Тоже очень симпатичные тарелочки. Их можно и на стену приспособить. И поставить, если есть у кого-то желание, вот таким образом на подставочку. Я тарелочки сейчас упакую. Они тоже в подарочных таких красивых упаковочках. Ну и мне небольшой привез гостинчик. Сейчас я вам покажу. Так, посмотрите, что здесь. Я вообще хотела заколочку кубачинскую. Но это, извините, Невский проспект. Он был в магазине Невский проспект 60. Ну и я такая решила, что она с лета будет меня ждать. Заколочка. Нет, конечно, нет. Магазин находится на Невском проспекте. И ничего, никто меня там не ждал. Ну и, в общем, спасибо, конечно, мужу. Потому что я такие вещи обычно сама себе не покупаю. Ну и вроде бы и недорого, но в то же время и не покупаешь. Потому что, как бы, получается, что не совсем вещь нужная для меня. Поэтому всегда вот что-то такое экономишь. Так, сейчас я переключусь. Переключилась я на поближе. Невидимка. Цветочек перламутровый. Лепестки с цирконами, с серебром. Кострома выпускает. Серебряные аксессуары для волос иметь моя мечта. Я давно хочу вот одну гривну переделать в ободок. Но все никак руки не доходят. Но теперь, наверное, переделаю. От фирмы Фит. Интересная такая лупа. Кулон. Посмотрите, здесь цветы. Лупа. Кулон 11 граммов. Ну, вот теперь цепь надо подбирать. Цепи нет у меня для этого кулона. Кулон большой. Тоже увесистый. Ну и серебряный гребешок. Еще не знаю, как я буду его носить. Но очень-очень нравится. Гребешок кубачи. 19 граммов. Мастер Шахаев. Зритель Елена Соловьева попросила показать мои цветы. Они у меня в каждой комнате понемногу. Ну, вот в этой комнате несколько напольных цветов. Орека Пальма. Замиокалькус. Два фикуса. С длинными узкими листьями. Это тоже фикус. Обычный фикус. Каучуконосный. Пальма Орека. И шифлера. На окне две сансевьеры. Окна еще не мыты после весны. Тоже сансевьера на стойке. Бакарнея и шлюмбергера. Лесной кактус. Когда-то больше было у меня цветов. Но вот сегодня то, что есть, я вам показала. Ну, а сейчас посмотрим на меня. Я собралась на улицу. Конец марта. Ночью у нас до минус пяти. Днем. Плюс один, плюс два. Хватает, но снег, холодно. Я накануне ходила в драповом пальто. Очень замерзла и простудила спину. Теперь вот хожу в кашемировой юбке и в меховой куртке. Нормально. Елена написала, что она не носит шапочки. А я в последнее время как-то стала носить шапки. Но в этом году в основном носила шали. А Елена носит шляпы и береты. Ну, шляпы и береты это, наверное, для элегантных женщин. Я несколько обыграла образ таким образом. Образ таким образом. Да, тавтология. Ну, ничего, бывает иногда. Думаю, что я вполне модная мадам. Берет кашемировый. Юбка кашемировая. Леггинсы такие плотные. И ботинки спортивные. Сумочка кроссбоди. Куртка меховая. Ну, хожу без рукавиц. Хотя это тоже неприлично. Руки обветренные. Есть рукавицы, есть перчатки. Ну, люблю вот так вот. Зимой раньше ходила вообще без рукавиц. Руки были очень горячие. Ну, сейчас уже беру рукавицы, но не часто. До встречи. Всего самого-самого доброго. Не стареть, не болеть, не грустить, не унывать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok